Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы читаем воскресное евангельское чтение. Это Евангелие от Матфея, глава 22, с 35 стиха и ниже. И мы здесь находим следующие слова. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» На самом деле этот вопрос касался и самих законников, книжников и фарисеев, потому что между ними тоже велась ожесточенная полемика «Какая заповедь наибольшая?» И Христос в некоторых случаях, это мы видим в Евангелиях, отвечая на этот вопрос, он озвучивает точку зрения, которая победила в иутаизме того времени. Когда Христа спрашивают, какая наибольшая заповедь, иногда он говорит, «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой есть Господь единый». Но здесь надо понять, что рассуждение о единстве Бога в понимании евреев того времени – это рассуждение о всех его качествах и свойствах. Потому что если мы скажем о Боге, что Он милосерд, мы не скажем, что Он правосуден. Если мы скажем о Нем, что Он правосуден, мы не сказали, что Он человека любив и так далее. А когда говорится о божественном единстве, Адонай и Хат, Господь един, говорится и о единстве всех его свойств и всех его качеств, из которых и проистекает любое положительное свойство и качество уже в тварном мире. Потому что всякий дар совершенный исходит от Бога, который есть Отец Всего Светлого, как о нем говорится в Священном Писании, Отец Светов, там слово «свет» в обножественном числе. И вот задан этот вопрос. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь». О чем это? Это о том, что мы должны покорить Богу все наши чувства, выражение «чувств» – это сердце, всю нашу самобытность, то есть полюбить его и сердцем, и всею душою своею, и покорить ему наше разумение, то есть заботиться иметь Бога в разуме, потому что те, которые не заботятся иметь Бога в разуме, Господь их может предать превратному уму, и здесь это и всем разумением твоим. Итак, Христос говорит «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, чувством, всем сердцем твоим и всею душою твоею, всей индивидуальностью собственного бытия и всем разумением твоим, подчинив Откровению Божественному все свое разумение». Сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. А почему вторая подобная ей? Там говорится о любви к человеку. А почему же она подобная ей? Разве есть подобие между Богом и человеком? Да, конечно, есть. Ведь человек создан по образу и подобию Божьему. Поэтому Христос и говорит, вторая же подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Причем мы знаем, что Христос под ближним, под нашим ближним, разумеет всякого человека, который оказался рядом с нами. Помните, когда, отвечая на вопрос, кто мой ближний, он рассказал притчу о добром самарянине. А самаряне были еретики, сектанты, раскольники. И в этой притче он показал, что иногда даже человек чужой веры в силу каких-то обстоятельств оказывается рядом с нами. Если он принимает участие в наших бедах и проблемах, он такой же наш, ближний. Причем святые отцы настаивают на том, чтобы мы имели братские отношения с заблудшими людьми. Об этом говорит и святитель Иоанн Златоуст, об этом говорит и блаженный Августин. Итак, Христос говорит, на всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки, то есть на любви к Богу и ближнему. И закон Божий, который состоит из двух скрижалей, он указывает нам на первую скрижаль, которая регулирует взаимоотношения между человеком и Богом, и на вторую скрижаль, которая регулирует взаимоотношения между человеком и человеком. Далее идет следующая повествовательная линия. Если Давид называет Христа Господом, как же он сын ему? И мы читаем 41 стих. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, Давидов. Ну, формально как бы правильно, потому что Евангелие от Матвея начинается словами родословия Иисуса Христа, сына Давидова. Но по факту неверно, потому что Сын Божий – это Бог. Говорят ему Давидов. Говорит им, Христос возражает им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Я видел в иудейских изданиях Псалтири, они иначе переводят эти слова, они пишут «сказал Господь господину моему, но это тоже нелепость». Если Давид – царь, какой господин может быть над ним, кроме Бога? Поэтому, когда Давид говорит, сказал Господь Господу моему, имеется в виду совет первых лиц Святой Троицы, Бога Отца с Богом Сыном по поводу царя Давида. «И никто не мог отвечать Ему, Христу, ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать Его». Христос сам есть слово, логос, как Иустин Философ, Иустин Мученик пишет, что сама возможность говорить для любого человека – это в результате всеянного в Него логоса Слова Христа. И они не могли, вопреки Ему, произнести ни слова, потому что нету слова вне Христа. И когда само слово, Бога Слова отвечает им на их ложную позицию, они замолкают. И в день суда, когда Сын Божий будет судить всю Вселенную, никто не сможет противоречить Ему. Да, там найдутся некоторые умники, которые попытаются спорить с Ним. Помните, как Господь сам рассказывает об этом, что некоторые скажут Ему в тот день, «Не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли?» А Господь Ему скажет, «Отойдите от Меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Это отношение Христа будет к заблудшим сектантам, которые так и не раскаются в своих заблуждениях до своей смерти. Они как бы имитируют общение со Христом, но на самом деле Господь их никогда не знал, в том смысле, что они не были Его. Итак, сегодняшнее воскресное Евангелие предъявляет нам два урока. Это урок о наибольшей заповеди и урок о том, что Господь превыше всего рода человеческого, превыше любой монархии. Он есть тот царь царей и Господь господствующих, который превознесен над всем творением, как, собственно, творец этого творения, ибо мир создан божественными речениями, когда Бог Отец творил мир через Сына Своего, а Господа нашего Иисуса Христа. Берегите себя. Спасибо вас, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok